Все эти дни и Рената Усатый, и я вместе побывали во многих местах и в регионах. Были в Кагуле, были в Камраде, Бессарабке, в Кишиневе очень много встреч, в Аргееве, в Бельсах. И везде очень тепло принимают. Это, честно скажу, такое очень удивительное ощущение. Мне очень приятно, что мы не видим каких-то такой агрессивности. Да вы посмотрите, он прям народ, он рядом с народом, он без всякой охраны, без ничего. Он просто подошел, просто разговаривает, нет пафоса, нет вот этой вот какой-то напыщенности. Если простой, очень большое доверие, обычный простой человек, он и будет, ну как, задачами простого народа, он и будет заниматься. Каждый же хочет жить на родине, не на чужбине, понимаете? Это понятно, что хотят вернуться. Тут родственники, тут братья, сестры, там все новое. Может быть, конечно, тот, кто очень сближается с людьми, тому легче. А что мешает, работы нет или заработок? Ну, конечно, конечно. В основном, ну, если есть там работа, но за копейки никто не хочет, особенно с молодых, молодые люди, которые только вступают в жизнь. Так что для них средства, конечно, я имею в виду в денежном отношении, хороший заработок. Это, так сказать, приоритет любого молодого человека. Главное, что люди действительно, каждый, кто дает свою подпись, его никто не заставляет. Он делает это добровольно. И мы уже видим, что этот человек, он пойдет и на выборы, и проголосит для кандидата от нашей партии. Только за усат Рената. Все, только за эту партию. Он порядочный на самом деле. На глазах воруют, ребята, на глазах. Пенсия 500 лет, а что, как жить, скажите? Они на глазах воруют, вы понимаете? Уже устали все. Это что, пенсия? Экоисты, типа король-плохотнек. Ши-ши-ши. Мат, вонди, мат. Это шах. Голосы по пору, ты пуешь. Шах. Шесть. Да, ты шума. Мат, плохотнек. Продолжение следует.